Программа переселения Такая возможность сейчас прорабатывается с фондом содействия реформированию ЖКХ, в связи с чем губернатор нацелил глав муниципальных образований определить многоквартирные дома, которые можно будет включить в новую редакцию программы. Они должны быть признаны аварийными в период с 1 января 2017 года. По предварительной информации, в целом этот жилищный фонд на Ставрополе составляет порядка 50 многоквартирных домов общей площадью 17 тысяч квадратных метров. На выборах в сентябре текущего года во всех территориальных избирательных комиссиях будут установлены камеры наблюдения с трансляцией в реальном времени. Как идет подготовка к единому дню голосования, обсудили губернатор Владимир Владимиров и недавно избранный глава избиркома края Сергей Тарасов. Напомню, осенью состоятся выборы в Государственную Думу и региональный парламент, а также представительные органы ряда крупных муниципалитетов. Работать на участках и в комиссиях будут около 14 тысяч членов краевого избиркома. Они сейчас проходят дополнительную профподготовку. Первый год такая большая ответственность. И здесь, мне кажется, вот сейчас ту системную работу, которая была выстроена, просто ее надо поддержать. И в первую очередь, конечно же, сегодня, исходя из пандемии, мы должны обеспечить два постулата. Это эпидемиологическая безопасность выборной кампании, вне сомнения. И второе направление, связанное, конечно же, с легитимностью выборов. Мы даем себе полный отчет, что избирательная кампания будет очень сложная, очень непростая. И для избирателя тоже. Избиратель тоже должен будет понимать, четко разбираться, какие способы голосования, какие бюллетени, какие уровни избирания и так далее. В крае в целом сложилась хорошая электоральная статистика. В Светлограде на территории школы номер 5 строят спортзал и мастерскую. Сейчас на объекте ведутся работы по устройству фундамента и изготовлению металлических конструкций помещений. Скоро дети смогут полноценно заниматься на уроках физкультуры и технологии. Работы ведутся в рамках краевой госпрограммы развития образования. В этом году капитально отремонтируют здание детской школы искусств в селе Дмитриевском Красногвардейского округа. Специалисты уже демонтировали полы и дверные проемы. Также обновят фасад, кровлю, заменят системы отопления и канализации. Все работы ведутся в рамках национального проекта «Культура». В этом году в селе Левокумском благоустроят парк на улице Комсомольской. Специалисты обустроят несколько входных зон, где разместятся арт-объекты и скульптурные композиции. Также на территории объекта создадут поле для мини-гольфа, тематические беседки для настольных игр и установят специализированные уличные тренажеры. Работы пройдут в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».